на данный момент произошло разрушение разошло разрушение это 7 на 8 число мы видим что здесь имеется проран две точки прорана по 15 и по 10 метров вот сейчас тот повышенный уровень местного паводка то есть вода водного бассейна сбрасывается дальше по реке никакой угрозы для населенных пунктов как вы для новой иллюзани так и ниже лежащих населенных пунктов это не представляет задача такого что во время во время устранить данный проран на земляной перемычки чтобы сохранить воду вот там у нас дальше водопропускные трубы которая сдерживает в случае потому что летом тоже бывает лето она всякая может быть может быть в летнее время очень большое выпадать количество осадка то есть оно лишний объем воды она сбрасывает сбрасывает сохраняет именно тот объем воды в этом зеркале водохранилище данного пруда который необходим чтобы летом хозяйственно бытовая вода была у жителей данного населенного пункта ранее определили места где будем брать грунт вот возможно также определенная договоренность достигнута взять железобетонные конструкции чтобы усилить данное гидротехническое сооружение чтобы оно было намного надежно ну и как вариант развития событий я вот на пресс-конференции докладывал конечно желательно все вот эти один из гидротехнических сооружений и мы заявку как я говорил уже подавали чтобы они были капитального строения как вот например если взять это водопады которые у нас имеются но так называемые водопад там гидротехническое сооружение капитально конечно эти вопросы очень и очень дорогостоящие но мы пытаемся этот вопрос продвинуть как я говорил уже на пресс-конференции на брифинге вот как это получится будет сообщено дополнительно местный поводок на полях он именно вот в этой на этой территории он практически заканчивается заканчивается снега практически нету вот есть каких-то ложбинках узких местах но не потом вот по дороге вот если брать на ершов мы на данный момент не видим никаких переливов через дороги вот именно задача основная это конечно гидротехнические сооружения